Департамент экономического развития, инвестиций и торговли предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства гранты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Прием документов продлен до 30 ноября. Подробности по телефону – 333-58-47. Прошедшие два года для туристической отрасли были непростыми. Вся модель туристического бизнеса существенно изменилась в связи с происходящими событиями. Россия не стали выбирать другие направления, путешествовать реже, тратить меньше. Критерии выбора маршрутов стали иными, но несмотря на все это, туризм остается перспективным и интересным видом бизнеса. Как развивается туризм в Самаре? Аудиогиды как новый формат экскурсий? Здравствуйте. Это программа «Малый бизнес. Большие успехи». Я представляю гостей в студии. Мария Ильинична-Кузнецова, начальника отдела по туризму Департамента экономического развития и инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. И Анастасия Андреевна Андросова, руководитель экскурсионной компании «Арт-экскурсии». Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов по телефону в студии 202-11-22. Звоните к нам, пожалуйста, и задавайте вопросы свои. Ну, а я начну со своих. И к вам, Мария, вопрос первый. Скажите, пожалуйста, как много приезжает туристов в наш город, в первую очередь, из других регионов и из других городов? Ну, и, наверное, если есть такая статистика, откуда? Да, в Самару за летний-осенний период, данные, посетило более полмиллиона человек. Ну, если точнее называть, это 525 тысяч человек. Ну, конечно же, это в основном из ближайших регионов, таких как Казань, Башкортостан. Но есть такие лидеры, как Москва, Екатеринбург, в основном вот из этих городов. Можно сказать, наш город туристически привлекателен и интересен для туристов. Вот как раз, Анастасия, вопрос к вам. Скажите, какие тематические направления вы включаете в программы своих экскурсий? Ну, если коротко, все-таки расскажите о своем бизнесе, вот если вспомните, с чего все начиналось. Ой, началось достаточно давно, еще в 2013 году. То есть мы уже довольно давно на рынке. И, конечно, мы были не первые в этом направлении в Самаре, но, мне кажется, мы первые, кто увидели в самарцах тоже наших посетителей, покупателей и клиентов. Поэтому у нас, по сути, два отдельных, можно сказать, направления. Это направление такого первого обзорного знакомства с городом. Здесь, конечно, лидирует бункер Сталина, бункер Жук, пиваренный завод, обзорные экскурсии по Самаре, чтобы мы познакомились с основными туристическими достопримечательностями и показали туристическую привлекательность региона. И есть большой пол экскурсии, которые больше у нас покупают именно самарцы, когда мы показываем такой настоящий атмосферный город. Например, это экскурсия по самарским дворикам. Или у нас иммерсивная экскурсия в наш театр оперы и балета, чтобы под другим углом посмотреть на совершенно привычные вещи. Ну и сейчас у нас больше уже ста маршрутов по городу, экскурсия по расписанию. Так что любой самарец и любой житель регионов может быстро записаться и за небольшую плату посетить нашу программу. Мария, традиционно в нашем городе есть места, где наплыв туристов очень большой летом. Давайте поговорим об этом. Есть что рассказать, есть чем похвалиться? Конечно, но традиционно это наша прекрасная набережная, на которой расположено много объектов. Человек может просто прогуляться с чашечкой кофе, может активно провести время, взяв в аренду велосипед, ролики и другой спортивный инвентарь. Благо для этого есть все возможности и дорожки, и вело. Также можно просто полюбоваться самарскими закатами, замечательными прогуливаясь. Ну и естественно это за Волга, то есть на речном трамвайчике или на любом другом судне можно перебраться на другой берег. Сейчас активно развивается направление экотуризма, то есть у нас появились различные кемпинги, глэмпинги, эко-отели. Большую популярность набирают. Поэтому туда приезжают туристы не только из региона, но и из Питера, из Москвы, бронируют уже заранее на летний сезон, потому что наши климатические условия позволяют, можно Самару назвать городом-курортом. Из таких объектов, наверное, в этом году, самый популярный по посещаемости, недавно отреставрирована вертолетная площадка. Я думаю, она засветилась во всех соцсетях, самая наиболее отмечаемая. Ну и, конечно же, наши основные достопримечательницы, да, это наша пешеходная улица Ленинградская, которая превращается в музыкальный такой Бродвей, можно сказать, когда летом выходят уличные музыканты. Улица Куйбышева, особенно когда в те моменты она становится пешеходной на фестивале, например, фестиваль цветов или Ночь искусств. Ну и, конечно же, нельзя не порадоваться этим моментом. Да, у нас очень много проходит праздников, фестивалей различной направленности в нашем городе, и это в том числе привлекает туристов. Вот можете назвать какие-то фестивали, на которые приехало очень много туристов? Ну, будем, давайте, брать все-таки до пандемии года. Ну да, конечно же, такие самые основные фестивали, это Грушинский фестиваль, также Волгафест, да, это традиционный фестиваль летний, который радует нас каждый год. Кстати, и в этом году, и в прошлом году, в пандемийный год, он все-таки удалось его сохранить, да, немножечко программа была растянута, но это даже, наверное, плюс. Вот, и были сформированы программы, да, туристические, куда можно было включить экскурсионные фестивальные маршруты, скажем так. Вот, и что, ну фестиваль цветов тоже красочный, массовый. Мне еще очень понравилось, я думаю, и многим жителям Самары понравилось то, что в период чемпионата улица Куйбышева перекрывалась и превращалась вот в карнавальную улицу, когда проходили вот эти парады. Не могу с вами не согласиться, но напомню, уважаемым телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, мы ждем ваших вопросов по телефону в студии 202-11-22. Анастасия, вот как раз к вопросу о развитии внутреннего туризма, скажите мне, пожалуйста, а участвуете ли вы в каких-то конкурсах профессионального мастерства, может быть, в каких-то конференциях, если да, то зачем вам это нужно? У меня вот этот год, на самом деле, стал очень насыщенный в этом плане, потому что это нужно, конечно, всегда для того, чтобы посмотреть на свой бизнес в первую очередь со стороны и наладить какие-то контакты в других регионах. Но просто это первый год, когда я смогла большую часть делегировать своих функций сотрудникам и смогла поездить. Например, это уже такие традиционные выставки, у нас есть отдых или МИД, или интермаркет, забыл название. Это те выставки, которые проходят в Москве, как правило, и это действительно суперклассно, когда ты знакомишься со своими единомышленниками из других регионов. Это повод придумать что-то новое, вообще пообщаться, и это суперклассно. Придумать новый формат экскурсии, но ведь что можно? Иногда даже, кстати, да, иногда да, потому что, например, если говорить про экскурсии сегодня, все равно уже не особо часто удивишь просто рассказом и показом, потому что в наши современные миры и в нашем современном... Вся информация доступна сейчас. Да, это уже перестало быть таким классным ценным ресурсом. В таком случае, в чем неповторимость, в чем ваша эксклюзивность, в чем ваша изюминка, почему вот если заказать экскурсию, обратиться именно к вам? В таком случае у меня вопрос. Чем вы выделяетесь среди многих других экскурсоводов, в том числе в нашем городе? Во-первых, что мы дарим, да, в принципе, это только эмоции сейчас. Больше ничего подарить невозможно уже человеку. Как любой бизнес, туристический бизнес, он тоже очень, ну, очень важно в нем держать руку на пульсе. То есть я бы сейчас выделила несколько трендов экскурсионных. Это возможность посмотреть за кулисье, то есть то, что вы не можете посмотреть в обычной жизни, почему то. Ну, например, там тот же самый театр опера-балета, или мы во время экскурсии поднимаемся там на колокольню храма. Это гастро-история, то есть когда мы вплетаем в экскурсию что-то совершенно тематическое, именно с точки зрения попробовать что-то на вкус, Самару на вкус. И это иммерсивность, то есть это тот момент, когда вы участвуете в экскурсии, или тот момент, когда вы погружаетесь в свои мысли во время экскурсии, а мы для этого создаем всю необходимую атмосферу в плане там музыки, запахов, опять же таки еды, какого-то рассказа, потому что все остальное вы можете сделать сами без нас. А вот придумать себе классный, заряженный на невероятные эмоции отдых, это все-таки занимает много времени. Спасибо большое за ответ. Мария, следующий вопрос к вам. Я хочу спросить, какие проекты были реализованы в 2021 году? Департаментом были в этом году реализованы проекты по развитию, продвижению туристического потенциала Самары, по обмену опытом взаимодействия с другими муниципалитетами, и, конечно же, по улучшению качества предоставления туристических услуг, и основная работа также была направлена на работу с жителями. Из таких проектов перечислили, что были весной организованы бесплатные обучения для линейного персонала гостиниц, для экскурсоводов, для менеджментов туристической отрасли. Также в рамках обмена опытом были организованы онлайн-презентации. Наши туроператоры презентовали свои туристические программы для представителей сферы туристической из других городов, таких как Чебоксары, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Пермь. Из таких проектов по обмену опытом еще очень важным является форум «Турпритяжение», ежегодный форум, который проходит в Самаре. Это единственный, наверное, форум такой в регионе по данному направлению. Спасибо большое. У нас есть звонок от телезрителей. Мы вас приветствуем. Здравствуйте и внимательно слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, к нам приезжает на дня гости Ресторатова. Очень хотела посмотреть Самару. И мы, честно говоря, все зиму с мужем и в растерянности. Мы не очень понимаем, что сейчас, вот именно в этот зимний период, можно в Самаре им сказать. Но летом понятно, да, у нас там набережная красивая, это столетная площадка, та же Ленинградка. А вот в зимний период, может быть, вы порекомендуете какие-то места, которые особенно хороши именно зимой? Спасибо. Спасибо вам огромное. Вот какой актуальный вопрос. Пожалуйста, я представляю вам для ответа обоим слово. Я, в общем, скажу, что на самом деле у туристических операторов и у экскурсионных компаний есть богатый выбор зимнего направления. Есть пакетные предложения. Вот сейчас формируются в рамках проекта «Яркие выходные» зимние пакетные туры, то есть можно приехать в Самару на новогодние праздники. Уже по системе все включено, да, экскурсионное обслуживание, питание, проживание в гостинице. И я думаю, что одно из таких направлений зимнего отдыха это вот активный отдых, да, на Красной Глинке. Это наш горнолыжный курорт «Сок». Думаю, будет интересно из других городов. Ну, если в данном случае гости из Саратова умеют кататься на лыжах. Ну, это да. То, да. Анастасия, расскажите, а вот куда может быть самостоятельно, не обращаясь к туристическим агентствам, можно сходить пешком, посмотреть, увидеть? Вы знаете, я вообще всегда за то, чтобы показывать идентичность Самары, потому что города, тем более наш город, он схож с Саратовым, и, возможно, обзор на какая-то экскурсия не пройдет долгого впечатления. Вот этим летом только была в вашем прекрасном городе «Откуда гости». И я бы, например, выбрала экскурсии, если мы говорим про несвежий воздух, если холодно, мы думаем. Например, экскурсии к самарским художникам у нас есть в мастерске. Это вот тот момент, когда ты видишь, чем живет город, что волнует город сегодня, сейчас. Это очень здорово. Есть у нас экскурсии по самарскому стрит-арту. У нас появилось много граффити, муралов, стикер-арт. Это тоже айдентика города, которая как бы не повторяется, и которую вы там не увидите в соседних городах, просто что она там другая. Есть у нас экскурсии по заведениям. Если там есть QR-код и все в порядке, то у нас есть экскурсии, например, по кофейням кофе-тур, потому что это действительно очень сильная культура. В Самаре у них в Саратове есть «Волга-ростерс», можно будет сравнить и сделать какие-то выводы свои. У нас есть тур по барам, чтобы увидеть заведение. У нас есть экскурс, например, на главное книгохранилище города, в библиотеку, костел, кирха. То есть в целом, чтобы не гулять, если не хочется гулять, есть большое количество экскурсий, когда мы будем внутри помещения, и каждая из них раскроет Самару с определенного ракурса. А я тебе позволю добавить вам, уважаемой телезрительности, что обязательно гостей из Саратова сводите в театр оперы и балета и в драматический театр. И как раз на экскурсии в театр оперы и балета. Вот, совершенно верно. А вот все те, которые вы перечислили, вы их в том числе организуете? Да, вот я перечислила все, которые я хорошо знаю, но я думаю, что и коллеги наши тоже предлагают большое количество экскурсий. Но есть еще вариант, если не хочется вообще обращаться к туристическим компаниям, есть аудиогиды. Например, вот в этом году с департаментом мы создали аудиогид, который называется «Открываем границы», и там есть невероятное количество информации, которое рассказано простым, доступным, хорошим языком. И вы можете просто зайти на сайт департамента, включить в наушный аудиогид и поехать, либо пойти пешком по Самаре, и она тоже точно приоткроет свою дверь. Мы обязательно попозже поговорим об этом направлении экскурсий, но сейчас ненадолго прервем нашу программу с очень полезной информацией, какие виды поддержки оказываются сейчас представителям малого бизнеса. Пожалуйста, сюжет. Игорь Иванов в бизнесе с 2017 года. Его фирма занимается закупкой и реализацией сырья для производства комбикорма. Когда узнал о возможностях грантовой поддержки в городском округе Самара, поспешил ею воспользоваться. С момента подачи заявки до получения средств прошло две недели. У нас своих оборотных средств не столько много, и вернуть проценты банковские, по сути мы взяли у банка деньги без процентов. То есть пользуемся ими. И имеем возможность вернуть эти проценты. Мне кажется, это хороший подспорь для малого бизнеса. В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса в городском округе Самара выделено порядка 17 миллионов рублей. Эти средства предприниматели могут направить на погашение кредита. Обязательное условие – заем должен быть взят не раньше 1 января 2019 года. Кто может получить данное средство? Безусловно, это субъекты малого и среднего предпринимательства, которые находятся в реестре субъектов. Это те люди, которые работают и зарегистрированы на территории городского округа Самара. Гранты предоставляются до 300 тысяч рублей, и кредит должен быть свыше 500 тысяч рублей. Почти 30 бизнесменов уже изъявили желание участвовать в получении грантов. Получить финансовую поддержку может любой предприниматель. Для этого нужно подать заявку в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли до 30 ноября. Мы продолжаем программу «Малый бизнес. Большие успехи» и работаем в прямом эфире. И ждем ваших вопросов по телефону в студии 202-11-22. Мария, какие проекты сейчас реализуются совместно с туристическим бизнесом? Ну, один из таких крупных проектов, я его уже упоминала, он еще был создан в 2020 году. Это проект «Яркие выходные в Самаре». Реализован он при помощи туристического бизнеса, как раз-таки совместно с туристическим бизнесом, и также совместно с федеральной пассажирской компанией, это региональный железнодорожный перевозчик. Плюсы этого проекта в том, что вот как раз-таки задействованы разные сферы бизнеса туристического. Это и ресторанный бизнес, и гостиницы, и экскурсионное обслуживание, и сувенирная продукция. Здесь гости приезжают, ну, в основном это как раз-таки отправляются они из Москвы, но попутно еще из Саратова, Пензы, из других городов, кто-то, может быть, непосредственно оттуда уже приезжает в Самару, приобретают вот эти пакетные туры, все включено, и знакомятся с Самарой. Вот очень, вот, планируется, кстати говоря, вот я уже упоминала, на Новый год такие ближайшие туры. И у нас есть звонок от телезрителей. Здравствуйте, мы приветствуем вас и слушаем внимательно ваш вопрос. Говорите, алло. Мы ждем ваш вопрос, слушаем, здравствуйте. К сожалению, не слышим, звонок сорвался, но тем не менее, 202-11-22, дозванивайтесь, пожалуйста, и ваш вопрос обязательно попадет к нам в прямой эфир программы. Анастасия, вот до этого мы с вами начали говорить про аудиогиды. Расскажите вообще, что это за формат экскурсий, кому он, может быть, подходит в первую очередь. И вот вы разрабатываете путешествие по Самарскому метро, открывая границы. Вот какие вообще были задумки, когда вы реализовывали этот проект, над ним работали? Вообще, аудиогиды изначально, это, конечно, формат для индивидуального путешественника. То есть, когда вы приехали в город, например, нет экскурсий, или по каким-то причинам вы не хотите брать экскурсию, то это идеальная история, когда вы включили наушники и ходите на дне с собой. Но в рамках пандемии это привлекло как бы другое количество, ну, в смысле, других людей, другое качество потребителей. Другой категории, да. Да, потому что это те люди, которые сегодня не хотят идти на экскурсию и общаться там с другими людьми. И в этом случае это просто идеально. Во-первых, вы, может быть, вообще не поехали в Самару и просто хотите познакомиться таким образом с городом, послушая аудиогид. А во-вторых, вы, может, не хотите посещать общественные какие-то мероприятия и тоже вы просто слушаете аудиогид. Воспользуются этой услугой. Есть звонок, давайте его примем. Алло, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. У меня у вас такой вопрос. Скажите, а развивается ли в нашем городе такое модное на сегодняшний день направление, как экотуризм? Спасибо большое. Мария уже частично ответила на этот вопрос, но я думаю, что для наших телезрителей стоит повторить и привести, наверное, какие-то адресные примеры, Мария. Ну да, конечно, экотуризм развивается, тем более у нас для этого есть все условия. Замечательно расположившиеся рядом Самарская Лука. Сейчас открываются непосредственно на территории эко-отели различные глэмпинги. Ну и по региону тоже в целом рядом Самары в непосредственной близости можно отправиться спокойно, забронировать себе глэмпинг, эко-отель. Ну, их очень много, на самом деле, конкретно даже если перечислять. Можно найти на сайте visitsamara.ru. У нас есть трип-агрегатор, который может вам подсказать, какой эко-отель вам больше подойдет. Да. И посмотрите, ознакомиться с информацией наверняка есть и картинки, и вся сопутствующая к этому информация. Анастасия, а вот как много туристов из других регионов, из других городов покупают у вас экскурсии? И скажите, пожалуйста, иностранцы берут ли у вас туры? По поводу из других регионов и городов, то сейчас, конечно, опять же-таки во время пандемии сменилось процентное соотношение. То есть у нас в целом до пандемии было где-то, наверное, 60 процентов, это были самарцы, и 40 процентов это были гости нашего города. Но мы понимаем, что бизнес у нас сезонный, то есть у нас большее количество гостей города приезжает с мая по октябрь, а остальное время нашими услугами пользуются именно горожане. Сейчас ситуация изменилась, и у нас где-то примерно 70 на 30, то есть 70 процентов наших горожан и 30 процентов приезжих. Что касается иностранцев, конечно, большинство из них сейчас не посещают, не только Самару, но, в принципе, Россию. Но даже со всеми изменениями, все равно у нас этим летом, например, был положительный опыт, когда к нам приехала большая группа из Канады, и мы там возили их не только по Самаре, но там соседние города, это было здорово, так что мы готовы, мы принимаем, но сейчас пока как бы в граничном количестве. А вообще расскажите о своей компании, о своем коллективе, кто у вас работает? Вообще коллектив – это моя любимая тема, я, кажется, могу говорить на небесконечном, потому что у нас вот правда dream team. То есть, знаете, когда меня спрашивают, как мы набираем гидов, я каждый раз говорю, что никак, что никогда я не искала гидов вообще в жизни, мне не верят, но это правда. То есть просто вот, ну, мы хорошие ребята, и к нам тянутся хорошие люди, потому что все наши гиды, большая часть, они, конечно, где-то работают, потому что гид – это, по сути, в Самаре, конечно, работа выходного дня. Поэтому это есть гиды, сотрудники библиотеки, например, нашей, сотрудники музея Лабина, сотрудники, ну, да, в музее Лабина у нас 4 человека работают, сотрудники изобразительных школ, например, у нас есть. Но это как минимум должен быть творческий человек. Это должен быть, знаете, человек, который точно влюблен в свой город. Вот это вот точно необходимая совершенно история, хотя большая часть экскурсоводов, которые идут обзорные экскурсы, они все-таки имеют еще историческое образование. Я думаю, это важно, чтобы вы могли о каком-то событии, происходящем в нашем городе, рассказывать в ретроспективе российской истории. Ну, и наверняка ответить еще на интересующие сопутствующие вопросы, чтобы гид, конечно, смог на них ответить и ответить интересно. Да, согласна с вами, 100%. Да. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, 202.11.22, и время у нас в программе еще есть, поэтому дозванивайтесь, пожалуйста, и задавайте нам свои вопросы. Мария, скажите, вот в сфере делового туризма какие проекты в этом году были реализованы, о чем стоит сказать в первую очередь? Ну, в этом году крупный проект в сфере делового туризма – это ежегодный форум турпритяжения. Форум является коммуникационной площадкой для представителей сферы турбизнеса, для представителей общественных организаций, власти. И как раз-таки здесь происходит обучение, могут пройти представители туристической сферы, потому что приезжают федеральные эксперты, проходят различные акселерационные сессии, и когда есть какой-то проект, можно его проанализировать, докрутить, получить новые идеи. Мы приглашаем не только самарских представителей, но и представителей туристической сферы других регионов. Даже выходим на международный уровень. В этом году мы, правда, в формате онлайн пока что подписали соглашение с городами-побратимами из Республики Беларусь. И будем надеяться, что когда уже будет такая возможность, приглашать туристов из данной республики. У нас есть звонок от телезрителей. Спасибо вам за ответ. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я стараюсь открыть небольшую туристическую фирму, ну для начала небольшую. Но вот не знаю, с чего мне начать. Бизнес-план вроде бы подготовил, но такое ощущение, что мне не хватит первоначального капитала. Вот могу ли я рассчитывать на какую-то субсидию государственную, муниципальную? Так как-то можно этот вопрос решить? Спасибо вам огромное. Тоже очень интересный вопрос. Мария, ответьте. Ну, в данном случае меры поддержки, они существуют, да. Конкретно вот по данному вопросу можно обратиться и получить консультацию на региональном портале «Мой бизнес» региональном центре. И в Самарском бизнес-инкубаторе тоже вас проконсультируют, да, какие есть меры поддержки для предпринимателей, для тех, кто хочет открыть свое дело. Ну и на сайте наверняка департаменты есть контакты, то есть все это в открытом доступе, и вы можете узнать как минимум телефоны, ну и, конечно, позвонить, проконсультировать. Да, совершенно верно. Да, хорошо, спасибо вам большое. В продолжение программы, Анастасия, вот скажите, пожалуйста, мы поговорили об иммерсивных экскурсиях. Скажите, вот насколько важно развивать именно это направление, почему вы за него взялись, и вот какие бы проекты вот все-таки еще хотелось бы реализовать в уходящем 2021 году? Я думаю, что это очень важно, потому что невозможно оставаться в бизнесе, невозможно оставаться интересным своим клиентам, если ты не стараешься идти в ногу со временем. Поэтому это, безусловно, важно как вообще в любом бизнесе, так и в туристическом. Меня сейчас очень увлекают аудиоэкскурсии, аудиоспектакли, то есть есть аудиогиды, мы про это поговорили, да, когда это вы сами открываете телефон, вставляете наушники и идете на маршрут. А есть аудиоэкскурсия, когда это также организованная экскурсия, но только весь текст записан изначально в наушниках, и он таким образом, как бы, этот спектакль оставляет вас наедине с собой. Вы можете прислушаться к своим ощущениям, вы можете вспомнить какие-то ваши истории, связанные с нашим городом, вы можете совершенно по-другому взглянуть на обычные вещи, и главное, вы не будете, ну как бы, на вас не будет давлеть мнение экскурсоводов в некоторой степени. То есть вы будете воспринимать все именно так, именно абсолютно индивидуально. Мне эта тема сейчас очень нравится, вот, в принципе, примерно это мы реализовали с театром оперы и балета, и сейчас мы готовим еще два продукта. Первый, это как раз с отелем «Седьмой авеню», с нашим тоже флагманом отельным, и второй, это будет аудиоспектакль просто на просторах нашего города. Спасибо. Мария, как все-таки сложившаяся обстановка, непростая, я имею в виду, конечно, эпидемиологическая, повлияла на развитие туризма в Самаре? Ну, конечно же, ограничения, режим ограничений, он наложил свой отпечаток на туристический бизнес в первую очередь, потому что все-таки предприниматели, они почувствовали, скажем так, ощутили проблемы в этом плане. Это сказывается и на продажах, и на загрузке гостиничного бизнеса, и все-таки в этом плане региональные и федеральные меры поддержки сейчас развиваются. И опять-таки повторюсь, что можно все их узнать и проконсультироваться в бизнес-инкубаторе, в мой бизнес-ресурсном центре. Но если говорить о какой-то положительной динамике, то нельзя не отметить, что внутренний туризм, он начинает развиваться сейчас как никогда активно, и что нужно пользоваться этим моментом для развития и продвижения нашего города, потому что гости приезжают, гости отмечают, что действительно Самара очень поменялась. Мы в этом году организовывали рекламные туры и пресс-туры, привозили туроператоров из других городов и действительно получили большое количество отзывов. Сейчас уже из Нижнего Новгорода, из Кирова и других городов формируются туры в Самару по результатам этих пресс-туров и рекламников. Нельзя не порадоваться. Не отдать этого должное тоже. Да, Анастасия, ну и к вам, наверное, аналогичный вопрос. Все-таки на проведении экскурсии на вашем бизнесе вот эта вот сложная обстановка сказалась? Ну, наверное, все-таки да. Вы знаете, конечно, она сказалась, но дело в том, что мы уже до этого, как я говорила, работали с самарской аудиторией. То есть мы знали, как это делать. Я думаю, что намного больше она сказалась на тех коллегах наших, не только в Самаре, которые работали на внешний поток. Мы же, зная, как работать с внутренним, в целом, не могу сказать, что мы как бы кардинально как-то пострадали. Более того, мы воспользовались этим временем, мы придумали мерч, теперь мы еще делаем мерч, то есть это маечки, худи, толстовки, пряники с самарской символикой. Поэтому я думаю, что если ты мыслишь как предприниматель, ты попробуешь все-таки во всем искать новые возможности. Ну что же, у нас осталось совсем немного времени, прям вот буквально по паре фраз хочу предоставить вам заключительное слово. Почему стоит пойти на экскурсию в Самаре, Анастасия? Чтобы когда к вам приедут гости, вы точно знали, что вы живете в лучшем городе на земле, и у вас есть классная возможность с этим городом познакомить других людей. Мария, вы бы что пожелали нашим телезрителям? Больше путешествуйте, приезжайте в Самару, конечно же. Самара просто космос. И не могу я с вами не согласиться. Ну что же, спасибо вам большое за участие в программе, спасибо за ту информацию, очень ценную, я хочу сказать, с которой вы сегодня пришли поделиться в прямом эфире программы. Ну а телезрители, вам спасибо большое за звонки и вообще спасибо, что вы с нами. Вы смотрели программу «Малый бизнес». Большие успехи, больших успехов всем вам. Всего хорошего. До свидания. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства гранты на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Прием документов продлен до 30 ноября. Подробности по телефону 333-58-47.